Всем привет, с вами Евгений Сулейманов. Небольшой дисклеймер. Данное видео входит в цикл видео и материалов по публичному менторингу. В отрыве от всего цикла это видео может оставить ряд вопросов. Для того, чтобы их не было и вы понимали, что это такое и о чем идет речь, я рекомендую вам посмотреть материалы, которые будут указаны в описании ссылки. И где-то здесь я попробую прикрепить ссылки на плейлист, где идут все видео данного курса. Я желаю вам приятного просмотра, на связи и до новых встреч. Добрый день, меня сейчас слышно. Сейчас слышно, да, супер, да. Привет, Даня, привет. Как дела? Все хорошо, у вас как? Да, все хорошо, спасибо, спасибо. Итак, у нас с тобой сегодня совес по теории по модуле 1.4, многопоточка, правильно? Да. И скажи, пожалуйста, по практике получилось закончить? Да. Супер, хорошо, то в конце разберем практику еще с тобой. Ну, тогда поехали с тобой по теории. Объясни, пожалуйста, разницу между такими термины, как многопоточность, асинхронность и параллелизм. Ну, многопоточность – это у нас такая концепция, в котором приложение выполняет несколько потоков одновременно. параллелизм – это когда у нас выполняются две задачи одновременно с помощью процессора. Так, асинхронность? Процессора или процессоров? Процессоров, скорее всего. Процессоров, да, хорошо. И асинхронность? Так, асинхронность – это тоже что-то, что не могу вспомнить, но я читал про нее. Так. Тоже что-то с этим связано. Хорошо, хорошо. Чем отличается поток от процессоров? Что больше? Больше процесс. Процесс – это у нас совокупность кода и данных. У каждого приложения бывает один процесс, но бывают и исключения. Процессы, они изолированы друг от друга, это значит, мы не можем обратиться к данным чужого процесса. А поток – это у нас подпроцесс такой, который выполняется внутри процесса. Хорошо. Хорошо. Что такое лайфлок? Лайфлок? Ну, а если, допустим, дедлок, лайфлок и старвейшн, да, три понятия. Что такое дедлок? Про дедлок – это у нас когда два потока ожидают друг друга, так скажем, и чтобы освоить, какой и какие ресурсы, в которых они оба нуждаются, и они попадают в такую, как, скажем, зависают, и у нас программа завершается, можно сказать. Завершается ли программа у нас? Нет, зависает просто. Зависает, да, зависает. Хорошо. А лайфлок, что такое? Лайфлок не слышал из чего. Хорошо, хорошо. Давай дальше двигаться. Смотри, у меня есть ключевое слово volatile. Что это такое, какую проблему и как оно решает? В volatile она помечается перемен так, как наши перемены будут храниться в основной памяти, так скажем, main memory. Это означает, что ее операции должны быть атомарными, такие как чтение, получение, так сказать. Ну, все ее операции должны быть атомарными. Подожди. То есть, правильно я понимаю, что если я из твоего ответа, ключевое слово volatile обеспечит мне атомарность вычислений? Ну, то, что она у нас хранится в общей памяти, как скажем, у нас не в каждой, а в какой-то в одной main memory, так скажем. Ты сейчас говоришь, скорее всего, про кэши процессора, да, и про кэшерные переменные из RAM в L1, L2, L3. Правильно? Возможно. Хорошо. Смотри, допустим, у тебя есть переменная counter. Ага. Есть два потока, T1, T2. Они все, оба потока работают с одним участком памяти. То есть, все хорошо, они приходят в него. Скажи, пожалуйста, сколько действий необходимо выполнить, чтобы увеличить переменную int? Ну, это из разряда, как положить слона в холодильник. То есть, открыть холодильник, запихнуть слон, закрыть холодильник. Как мы можем увеличить переменную в памяти? Получить ее, увеличить и закрыть, наверное, даже возьму. Закрыть, да. То есть, смотри, у тебя, получается, есть сейчас три действия. Один, два, три, да, вот как бы три их действия. Теперь смотри, представим, что T1 прочитал переменную. T2 в этот момент пришел, быстро прочитал переменную, увеличил, записал, сделал ее значение 1. Было 0, стало 1. И ушел. А T1 тут проснулся, увеличил 0 и записал 1. То есть, я ожидаю, что у меня было два увеличения. Ожидаемый результат 2, а получили с тобой 1. Потому что была нарушена атомарность, верно? То есть, не странно, что они были в одном месте, атомарность была обеспечена. Давай еще раз подниму к вопросу. Валатайл обеспечивает мне атомарность вычислений? Думаю, что да. Должно. Еще раз. Что делает ключевое слово валатайл? То, что хранится в общей памяти наша переменная, так сказать. Хорошо. Еще раз. У тебя есть потоки T1, T2. Есть в общей памяти, вот как там сияет переменная каунтер, инкаунтер. Вот она в одном месте, два потока обращаются к ней. Три действия на увеличение. Прочитать, увеличить, записать. T1. Прочитал, задумался. Ничего не делаю почему-то. T2. Пришел, прочитал, увеличил, записал. Стала переменная с нуля 1. То есть, второй поток, вместо того, чтобы заново прочитать, он увеличил ее и записал. И переменная стала 1 вместо ожидаемых 2. Вопрос. Два этих потока работали с общей памятью? С общей, но не атомарным. Атомарность была обеспечена? В данном случае нет. Вопрос. Обеспечивает ли ключевое слово на тайл атомарность вычислений? Получается, что нет. Нет, да. Хорошо. Теперь ты говоришь по поводу общей памяти. Объясни, пожалуйста, ситуацию, когда переменная будет прочитана не из общей памяти. Как это происходит? Когда используем волатайл? Когда не используем волатайл. Вот у меня есть два потока T1, T2. Есть переменный каунтер. Что может пойти не так, что два потока будут работать не с общей памятью? С чем они будут работать в этом случае? Скажешь, со своей памяти будет, со своей личной. С какой личной памяти? Ну, со своим, у своего потока, может, своя личная память. Он с ней будет. Ты говоришь сейчас про ThreadLocal или про что-то еще? А, нет, нет. Как устроена Джезяка? Вот у нас машинка, компьютер висит. Есть ЦПУ. Вот надо, допустим, прочитать каунтер. Как это происходит? Где хранится у тебя переменный каунтер? На уровне железа? Не знаю. Железный семян. Где-то в памяти? В памяти? У нас есть долговременная память и кратковременная память. Грубо говоря. Какие виды памяти знаешь на железяке? На железяке? Ну, машинку. Хочу купить себе новую ноут. На какие параметры я смотрю? А, ну, на оперативную память? Оперативка RAM, да. Random Access Memory. Хорошо. То есть, когда наше приложение запускается, да, то есть, ну, там, JVM, когда она находится в оперативной памяти, да, мы там работаем с ней и так далее. То есть, переменная хранится в RAM. Далее, CPU, для того, чтобы обратиться, по Северному мосту побежал в оперативку, прочитал переменную, работает с ней. Ну, расстояние большое физически, да, для процессора это большое расстояние. Что такое L1 Cache? Не могу сказать. Хорошо. Давай пока это закроем. Пойдем дальше с тобой. Расскажи, пожалуйста, что ты знаешь про класс ThreadLocal. ThreadLocal? Да. Так, ThreadLocal. Не слышал. Может, просто Log слышал? Интерфейс? Нет, это немножко другое. Да? Да. Давай покажем про тогда синхронизатор Semaphore. Что это такое, для чего он нужен? Он используется для ограничения какому-то ресурсу, так скажем. В конструкторе мы указываем количество потоков, которые могут одновременно обращаться к этому ресурсу. Хорошо. Вот, допустим, есть Semaphore. Как я понимаю, что приходит поток к Semaphore? Как поток понимает, что можно зайти или нельзя? Ну, с помощью методов, там, Realize, Acquire. Release, Acquire. Хорошо. Когда я делаю Acquire, что я проверяю? То есть, какое значение? Мы проверяем это значение потока, количество. Количество чего? Количество семафоров. Ну, вот этих потоков, семафоров. Permission, да? То есть, ты говоришь, что, допустим, ты создал семафор, у которого количество перемissionов ноль. Поэтому какой бы поток ни пришел к нему, он не будет пускать. Как только мы вызовем у семафора метод Release, мы вот как бы заинкрементируем, увеличим количество перемissionов, в нем, он будет один. Следующий поток, который заэквайрит данный семафор, он от Permission заберет, он станет ноль, да? Просто переменная, она как бы растет, уменьшается, растет, уменьшается. Это нам позволяет работать с семафорами. Хорошо. RintrantLock. Что это такое? Это у нас класс, который расширяет log, интерфейс log, так скажем, который используется для блокировки между обменом двумя потоками. Его основная особенность – это его повторное вхождение, блокировку. Он может повторно блокировать поток, так скажем. Что такое кондишены? Кондишены? Кондишены, кондишены. Не слушал. Хорошо. Future. Объясни, пожалуйста, мне эту концепту. Что это такое? Future – это у нас результат асинхронной задачи, которую вы понимаете с помощью callable или runable. Runable ли? Скорее всего, это callable, да? Callable, да? Возвращает значение. Хорошо. А, да, runable живой, это у нас. Который хранит, да, результат асинхронной задачи. Callable. А зачем? То есть, допустим, у меня есть какой-то скоринговый сервис. То есть, мы с тобой пишем платерную систему. Проходит транзакция, и мы шлем запрос на сторонний скоринговый сервис, чтобы он не вернул, как бы, скор, ну, как бы, значение оценки данной транзакции. И от сервис сторонний. То есть, на строке 29 мы сделали с тобой запрос на сторонний сервис. Например, время запроса 100 миллисекунд. Через сколько я попаду на строку 30? На строке 29 я делаю запрос на скоринь сервис. Скоринь сервис API. Время запроса 100 миллисекунд. Через сколько я попаду на строку номер 30? Через 100 миллисекунд. Номер 30. Хорошо. Что будет, если, например, у меня вот этот запрос будет асинхронным, и я буду получать фьючер? Дольше я смогу попасть на строку 20, на строку 30 со строки 29? Процесс дольше, да, будет? Дольше будет. Вопрос, как говорится, на кой мне такой какой-то фьючер, который замедляет работу приложения? Потому что проверить может значение, может, оно не соответствует какому-то принципу. Хорошо, смотри, у тебя есть вот этот API, возвращая тебе интеджер, да, какой-то score. То есть я мог бы, допустим, написать интеджер score равно scoring service API get score. Точка, ну там, точка, там блок, блокирующий метод, да? А мог бы написать фьючер, в нее закинуть интеджер, и потом как бы сделать там scoring service API get score async. В чем разница? Зачем появляется вот эта фьючер-штучка? Ну что, она представляет, может, какие-то методы дополнительные нам обработки? Методы, хорошо, ну, смотри, допустим, я бы получил с тобой интеджер, и потом проверяй его, перепроверяй себе, сколько хочешь тебе число, делай с ним что угодно. Не знаю даже сейчас. Смотри, Эльнар, то есть асинхронные вычисления как раз и нужны для того, чтобы, например, мы с тобой на строке 29 сделали асинхронный вызов, и, например, данный вызов занимает 100 миллисекунд. Но мы с тобой моментально после отправки вызова пошли на строку 30, 31 и так далее. То есть мы не блокируем, мы говорим, основной поток исполнения, ты не жди, что получишь, и работай себе дальше. Вопрос. Допустим, у тебя теперь есть фьючер, интеджер, там, score фьючер. Как мне получить вот это число интеджер из этого фьючер? С помощью get методов. В чем недостаток данного метода? То, что он блокирует. Что это значит? Как ты это понимаешь? Ну, то, что, как сказать, повышается временное на получение. Повышается время. Хорошо. Хорошо. Экзекьютор сервис. Что это за концепция? Зачем она нам нужна? Экзекьютор сервис это у нас интерфейс, который предназначен для выполнения задач в фоновом режиме. С помощью пула потоков он создает потоки, и мы можем их переиспользовать, чем постоянно создавать, уничтожать. Хорошо. Я, допустим, говорю, я не хочу работать с экзекьютор сервисом. Я вот сейчас создал 10 потоков. У меня есть какой-то лист потоков или мапа с потоками. И у меня есть там тысяча процессов, буду работать так. Вот ты, допустим, сеньор, говоришь, это дичь, потому что... Ну, потому что... Ну, во-первых, переиспользовать, мне кажется, их нельзя. Так я же создал вот их из мапа, переиспользую. А, ну, какие еще могут плюсы? Так, какие могут плюсы еще? Ну, то, что неудобно, наверное, создавать, да. В X3 мы же просто можем указать количество, и все. Не понятно. Я написал метод, там, forint0 до 10, создаю новый поток и накидываю мне их в мапу. Легко. Угу. Так. Смотри, у тебя, допустим, есть 10 потоков и тысяча задач по отправке имейла. Вот экзекьютор сервис, он сам может распределить эти сдачи между этими потоками. То есть он отвечает за работу потока. То есть, представь, есть какой-то начальник, там, прораб, есть рабочий, и он отвечает за то, чтобы каждый из них был нагружен и работал с ними, да. Хорошо, Ленар, смотри, мы с тобой еще раз созвонимся, 100%. На что, пожалуйста, обратите внимание. То есть, первое, это, ну, из таких простых вопросов, это deadlock, lifelog и starvation, что это такое. Далее, ключевое слово latile, там была ссылка на сайт, на статью. Детально, пожалуйста, изучи ее. То есть, там прямо расписано было, как он работает, для чего. То есть, за счет чего volatile помогает нам работать с этим значением перемены, что он делает. Далее, все синхронизаторы, это локи, там, re-entrant lock, read-write lock, семафор, фейзеры, эксченджеры. То есть, знать, что они делают, где их стоит использовать. Концепция future, completable future, здесь плохо. Перечитай, пересмотри, там есть и видео, и ссылки. То есть, разберись, как они работают, для чего мы их используем. И экзекьютор сервисы. Во-первых, концептуально повтори. Что они делают, зачем нужны. Какие имплементации интерфейса, экзекьютор сервис у нас есть. То есть, это, там, fixed red pool, экзекьютор сервис, cached, scheduled for joint pool, как имплементация тоже экзекьютора. Это, пожалуйста, почитай, посмотри, если у тебя какие-то вопросы будут. Ты пиши мне, будем разбираться. А пока читай. То есть, смотри, читай, материал не хватает, пингу я тебе еще накину. Хорошо? Все, давайте пока, пожалуйста, пошарь экран и давай посмотрим на твое задание. Мы создали класс 4, в котором я ссылал две перемены, count match 1 и count of match 2. И тут с помощью конструктора мы их инициализируем и ставим значение по одному количеству. И потом создаем первый метод first, onward met first и уменьшаем значение счетчика до нуля. И наш второй метод ожидает, пока завершится наш первый метод, как только он завершится, вызывается вот эта срочка кода. И тут также мы уменьшаем значение. Я понял, достаточно хорошо, Эльнар, принято. Покажи просто свой метод main. Метод main, я учитывал три потока и на каждом из них вызвал соответствующие методы. Хорошо. И кто запустил их. Смотри, я тебе еще скинул в чат в зуме пример метод domain. Возьми его, пожалуйста. Там скопируй из чата. Так, что ты думаешь. Зайди, пожалуйста, обработай исключения. По-моему, у тебя с исключением надо обрабатывать, да? Пока не важно, это деталь уже, да? А, пожалуйста, зайди еще в класс full. Ты менял все методов или нет? Ты должен принять тут runnable. То есть у тебя все методы first, second и third, согласно с заданием, имели в качестве runnable. Вставь тут runnable R. Не-не-не, не здесь, стоп-стоп-стоп. Верни обратно. Аргумент метода. А, все, понял. Они должны принимать runnable. Да, мы с ним пока ничего не делаем, просто так, это учебный пример, мы просто обозначаем, что в данный метод заходит какой-то поток. И вот эту штуку скопирую для всех трех методов. Так, мы с помощью copy-tribal feature, да? Да, теперь еще в конце метода добавь, там на всякий случай thread slip 2 секунды, потому что это асинхронично, он просто выйдет из метода раньше, может выйти раньше, чем оно отработает. С большой буквы thread slip. А, да. Last track. Статический метод. Лип, да, ну это 2 секунды, все. И обработаю исключения там в main, пока не критично. Так, есть. Далее у тебя лишнее, на строке 33, по-моему, лишнее закрывающаяся скобочка. Да? Угу. Давайте запустим это решение. Угу, угу. Угу. Все. Статировал. Отлично. Запусти еще пару раз, чтобы мы убедились, что у нас все отрабатывает, все красиво. Да. Да, все отлично. Заходи еще раз в класс фу. То есть ты здесь использовал в качестве синхронизаторов, да, то есть тебе нужны 2 перемычки между методами 2 и 3, между 1, 2, 3, там как бы 2, условно между строками 18 и 20, на строках, на строках 18-24 у тебя будут какие-то перемычки, да, и эти перемычки у тебя являются countdown latch, да, ты позволяешь, отрегаешь. Все, грамотное решение, тут без запросов. Эльнар, тогда экран можно стопать. По теории мы с тобой создаемся еще раз, пока мы не можем продолжить. Упрешься опять-таки, пингуй. По задаче мы закрыли. Как будешь готов, пиши, будем созваниваться. Все, хорошо, спасибо. Все, на связи, Эльнар, пока. Пока. До свидания.